Насколько совместимы понятия верующий и благополучия. Это то, о чем я начал. И вот у меня был конфликт. Я в один момент думал, да, верующий должен жить в благополучии. Потом я видел крен в церкви, когда проповедовалось только о благополучии. И многие хотели очень быстро получить благополучие. И вступали в разные пирамиды, которые рушились время от времени. И в это входили даже служители, пасторы. И ломался авторитет их. И ты смотрел и думаешь, ну, вроде Бог хочет, чтобы человек процветал, но все-таки не таким быстрым путем. Илья, скажи свое мнение. Что ты думаешь по этому поводу верующий и благополучия? Мнение того, кто участвовал в пирамиде, кстати. Я правда, ну, получилось так. Получилось, что ты участвовал. Это было не в церковном каких-то пирамидах, да, это были абсолютно там мирские какие-то предприятия и так далее. Ты исповедуешься, ты исповедуешься. Да, да, да. Но это тоже принимается. Это тоже принимается, потому что, знаете, иногда, когда служитель кается в чем-то или исповедуется, вроде кажется, он не должен этого делать. Но от этого растет доверие человеку, что он действительно анализирует, что он... Да, было, да, вот было, но сейчас так не будет, да, и не делай какие-то... Но на самом деле есть самый разный опыт и есть, правда, какие-то вещи, когда приходится, так скажем, да, как это, по-другому сформулировать. Получается так, что очень часто, когда человек-служитель облечен властью, да, он реально может давать те или иные советы, и люди, глядя на его духовный авторитет, принимают, да, и какие-то предпринимают действия в той сфере, в которой на самом деле он, может быть, не разбирается, не касается. Не разбирается, но выглядит так все, но он же хочет добра людям, он же говорит о том, что он хочет помочь им, и может, действительно он хочет, да. Но если говорить о зрелости, вот если говорить о зрелых, давайте так, служителях, то они, как правило, говорят так, что я считаю вот так-то и так-то, но у вас есть своя ответственность, вы ответственны за свои семьи, вы ответственны за свое общение и хождение перед Богом, и, соответственно, вам решать, каким образом поступать. И здесь, мне кажется, это вопрос реально зрелости служителей, которые вообще, в принципе, какие-то вещи озвучивают. Ну, это что касается вот участия, да, там, и крена в одну сторону или в другую. А вообще, в принципе, я считаю, что благополучие, да, оно не всегда связано с финансами. То есть, благополучие, оно... Можно быть благополучным без финансов. Можно быть благополучным так, чтобы нам хватало на сегодняшний день, что есть, что пить, чем одеться, так скажем, да, и где переночевать. Это очень хорошая мысль. Вот скажи мне, я вот к тому, что ты уже сказал, я хочу задать тебе вопрос. А что тебя вело в том, чтобы вот войти в эту пирамиду? То есть, что ты хотел? Ты хотел быстро разбогатеть? Ты хотел... Или ты в этом видел... Что ты видел в этом, да? Ну, вообще, в принципе, у меня такая история была, что я в 16 лет работал курьером, и мне предстояли очень большие поездки по Москве, и я помню, что я просто ходил, молился, и реально спрашивал у Господа, вот, Господь, я хочу, чтобы у меня все вот устроялось, так скажем, в финансовой сфере. Мне это... Ну, для меня это важно. Ты меня благословишь, ты меня встретишь в этом, и я готов там такую вот, как сказать, сумму, или там такой процент, или другой. Вот как мне вообще? И это было больше такое, наверное, вопрошение, но интересно, что реально я когда видел, что я когда высвобождал определенные финансы, да, в какое-то дело, которое там связано со служением, то меня Бог встречал и благословлял. Это не было тут же, это, может быть, было благословение в каких-то других сферах, не обязательно это вот как это посеял и тут же как бы получил что-то в финансовой сфере, но точно совершенно я понимал, я это переживал, что Бог меня благословляет существенно больше, чем то, что я отдаю, и, честно говоря, внутри, я помню, как где-то в 19 один служитель, он сказал, может быть, Господь реально хочет тебя использовать для того, чтобы высвобождать деньги в Царство Божие. Я так внутри себя прям взлетел в этот момент. Или нет? И меня это приземлило очень сильно. И я прям почувствовал, как это, ну, меня подрезали крылья. Я пережил, что, правда, мне это важно, для меня это существенно, что я могу высвобождать финансы в Царство Божие. Если вас, Господь, дорогие зрители, призывает к этому, то я уверен, что вы призваны к тому, чтобы иметь определенный финансовый результат. Если вас не призывает Господь к служению в финансовой сфере, а что значит к служению в финансовой сфере? То есть это брать какие-то ресурсы, финансы и, как бы, жертвовать, да, давать на дело Божие, которое есть у вас в Церкви, в вашей общине, в вашем регионе и так далее. То есть это не означает, что так, мне вот эту часть, а вот эту. Нет, это... Я себя не обделил. Да-да-да. Нет, это когда вы берете и направляете на ту нужду, которую Господь вам открыл. Я помню просто, опять же, как началось мое служение, когда я хотел купить в служении копир, принтер, сканер 3 в 1. И я подошел к пастору и говорю, вот классная идея, здорово так, вот хочу купить. Хочу купить, ну давай деньги как-то вот высвободим. Он говорит, ну классно, только у нас денег нет. И, соответственно, получается, что он говорит, почему ты думаешь, что Господь тебе открыл это? Ну вот, соответственно, с этого началось, что я начал как раз копить и, соответственно, других вдохновлять на это. Ну, слава богу, слушай, это хорошо, когда люди находят в себе такое желание и, скажем так, призвание. Да, и церковь тоже, я очень рада, что есть люди предприимчивые в служении, что больше в церкви будет денег, наверняка, наверное. Но... Вопрос для всех ли, да? Да, вопрос для всех ли. Для всех ли. Ты частично уже ответил и сказал о том, что можно быть благополучным и без таких прямо богатств, да, миллионов или... Потому что обычно благополучие только с этим и связано у людей в воображении, в их стереотипном подходе. Поэтому, ну вот Библия очень часто, да, есть ряд местописаний, где она как бы приводит человека к тому, чтобы быть осторожным. Да, абсолютно. Осторожным и не быть захваченным, ведь даже вот эта третья почва, да, плевелы, написано, что... Написано причиной то, что заглушается Слово Божье, это обольщение богатства. То есть, несомненно, что существует это обольщение богатства. Вот что ты скажешь, что ты добавишь, Авель, в отношении верующего и благополучия, и... И как не войти, да, как не войти... Давний разговор про сребролюбие и верующих, на самом деле, что подразумевать по сребролюбию? Если бог дает деньги, не нужно от них открещиваться и говорить, нет, это не мое, это мне не надо, я лучше вот... Пусть все раздадут нищим. Нет, бог доверяет тебе деньги для того, чтобы ты с этими деньгами что-то делал. Высвобождал какие-то, может быть, новые ресурсы для служения... Как понять, что бог доверяет тебе деньги? Хороший вопрос. Вот это очень, очень, очень тонкая грань, на самом деле. Я пришел к тому, что, когда я покаялся, и у меня было как раз в тот момент, как все хорошо, мне все друзья мои крутили пальцем в виска и спрашивали, что, говорят, у тебя все хорошо, и все, но к богу пришел. Да, к богу приходят только немощные и больные. Да, это был самый пик такой вот моей бизнес-карьеры, это был самый лучший период в моей жизни, когда я зарабатывал больше всего денег. И через примерно полгода после того, как это произошло, бизнес начал идти на спад очень сильно, и я начал понимать, я начал осознавать по-другому все эти вещи, и я понял, что окружение, которое в этом бизнесе у меня есть, оно совсем не то, с которым хотелось бы работать. И я понял, что да, бог, может быть, где-то мне и дает вынуть деньги из царства тьмы, и принести их в царство света, но это совсем не то окружение, с которым мне это нужно делать. То есть ты не смутился от этого, что что-то неправильно, что ты пришел вроде к богу, все должно идти, ты сделал какие-то... Нет, я как раз понимал, что не факт, что все должно идти, потому что если бог имеет намерение во благо, а не во зло, то вполне возможно то, что происходит сейчас, оно во зло, а не во благо, и бог хочет это поменять. Я думаю, что, опять же, у каждого высвобождение финансового помазания, оно идет по-разному. Для кого-то бог высвобождает финансовое помазание просто для обеспечения всех нужд, и ему больше ничего не надо. И я знаю очень много таких служителей, вокруг которых крутятся миллионы долларов, да, миллионы просто долларов, и через них проходит, и у них постоянно в карманах эти деньги, но это не их деньги, они для своих нужд там высвобождают какое-то определенное количество, а все остальное уходит в служение. И чем больше уходит в служение, тем больше приходит к ним. Для некоторых бог освобождает конкретно служение в области финансов. То есть я знаю людей, которые получают огромные деньги, и чем больше они жертвуют, тем больше бог приносит еще в их жизнь деньги. По-разному. То есть нужно просто иметь личное откровение, наверное, от Господа, что это такое финансовое помазание и как правильно им распоряжаться. Я знаю точно, что в последнее время мне просто Господь показывает просто доверять ему во всем, и в освобождение финансов приходит. Не всегда тогда, когда мне хочется, чтобы оно приходило, но приходит. Не всегда в тех количествах, которые хочется, чтобы приходило, но приходит. И не в то время, в которое ты хочешь, чтобы оно пришло. Но на самом деле, Писание говорит, что нужно быть благочестивым и довольным. То есть если мы начинаем роптать в этот момент на Бога, то, скорее всего, потоки эти прекратятся. И поэтому, вот в ответ на твой вопрос, где граница между Божьим и небожьим, я думаю, в том, что, во-первых, нужно понимать, Бог видит всякую нужду, и Он удовлетворяет всякую нужду. И все, что от Бога, будет покрыто сверхъестественным образом. Мы даже не будем понимать, откуда это все взялось. Когда Бог приходит, Он дает мир, Он дает успокоение в том, что происходит, Он дает просто пути. А когда приходит дьявол, и это все приходит, ну, будем так говорить, если это не от Бога, да, это дьявол, не будем примешивать. Если это не от Бога, это от нашего плоского, от поиска своего, то получается, что мы начинаем постоянно напрягаться, мы начинаем постоянно нервничать, мы начинаем постоянно выискивать какие-то пути, привлекать людей, то есть уповать на человека, а мы говорим, что уповающий на человека, он не совсем благословлен, мягко говоря. И нужно просто понимать, что там, где высвобождение финансов происходит мирным путем, да, То есть, когда есть мир на сердце и мир вокруг, это от Бога. Если освобождение финансов происходит через всякие, ну, вот опять же, те же самые пирамиды, скажем, да, хотя я, ну, с осторожностью вешаю ярлыки «пирамида, не пирамида». Очень многие вещи похожи на пирамиду, то же самое устройство государства, это чисто и пирамида. И ваша зарплата на любом месте работы – это пирамида, вам никогда не быть директором этого предприятия. Но нужно просто понимать, что иногда Бог дает разные способы заработать. И иногда Бог допускает нас в какие-то вещи, ну, то есть, давайте так элементарно. Видно, что ты не участвовал в пирамидах, раз ты так рассуждаешь, участвовал, да. В одной, сознательно, совершенно. Я просто хотел попробовать, как это работает. Это было еще, когда я был неверующий, и я сказал своим ребятам, которых я пригласил, говорю, послушайте, это пирамида. Я знаю, что это кидалово, обычным языком говорят, но это всего на 250 долларов. Это ты был неверующий. Да. Не хотите со мной потерять 250 долларов? Ну, давайте. Если вдруг заработаем, то по 10 тысяч долларов. Если нет, значит, потеряем 250. Согласил вас здесь человек, никто ничего не заработал, включая меня. Мы просто… А, нет, мы заработали что-то там 500 долларов, мы решили на всех поделить, просто пойти и повеселиться на эту сумму и все. Но я с трудом как бы вешаю ярлыки на мероприятия такого рода. Есть вещи, в которые Бог освобождает благословение. Например, сетевой маркетинг. Знаю кучу народа верующих, очень помазанных служителей, которые в сетевом маркетинге преуспевают, именно потому что они ищут, как благословить других этими деньгами. Есть те, которые, конечно, ищут своего.